Всем привет, с вами Информ ТВ. Марина Капура – российская певица, наделенная огромным талантом, хрустальным голосом и диапазоном не меньше 4 октав. Она не боится экспериментировать и, возможно, поэтому востребована за рубежом. Но вот в современных музыкальных программах ее вряд ли увидит зритель, а таких, как она говорят, не формат. Но в 93-м она была признана заслуженной артисткой России. В 79-м году Марина вместе с мужем Юрием Берендюковым организовали группу «Яблоко». В том же году они выступали на рок-фестивале. Впервые певица предстала перед зрителем самостоятельной солисткой с песней «Маменька», поразив публику своим прозрачным голосом. В 84-м в телевизионном конкурсе с песней по жизни она стала его лауреатом. Участие в заграничных международных конкурсах для Марины стало регулярным. В 90-х они отправились в большой тур по США, дали более 50 концертов. В 2007-м Капура организовала музыкальный спектакль, а в 2016-м записала новый англоязычный альбом. Несмотря на то, что с будущим мужем Юрием Берендюковым она познакомилась в 17 лет, они всю жизнь прошли вместе. У них есть сын Алексей. Мальчик не пошел по стопам родителей, хотя прекрасно играет на гитаре. Сегодня Марину сложно назвать медийным человеком, но она продолжает заниматься музыкой. В интервью она рассказала, что ее часто приглашают на официальные мероприятия, а график выступлений корпоративов расписан на три месяца вперед. При этом, когда в интервью у нее спросили, куда же она пропала, она ответила, что она не пропадала, это ее пропали. Так случилось, что в какой-то прекрасный момент ее просто вычеркнули из списка необходимых исполнителей. Вот она и осталась за бортом. Все дело в том, что они с мужем не угодили чиновникам. Сперва не вступили в необходимую партию, а затем отказались исполнять заказные песни. Вот и получается, что стали неугодными. Хотя поклонники утверждают, с возрастом голос Марины не перестал быть хрустальным, а все потому, что это голос свободного человека. А как вы считаете, плохо ли, что Марина оказалась за бортом отечественной эстрады, ведь так прекрасно слышат по телевизору хорошие песни? Пишите в комментариях свои мысли. Если вам понравилось наше видео, ставьте лайк, подписывайтесь и жмите на колокольчик. Удачи!